Белила Коричневый, розовый, желтый Зашвырять, зашвырять, зашвырять То в пользу розового, то в пользу коричневого, то в пользу желтого То потом и плюс некоторую голубизну Чуть-чуть, где-то, хорошо? Вещества краски, как вот здесь Не как здесь, а как вот здесь То есть нужно вещество Для чего нам нужно вещество? Сейчас покажу Начать искать рисунок Вот так мы прекрасно будем находить рисунок Потом уже будем его дополнять И голубой немножко на темне Большой мастихин есть, да? Значит придавишь это все Сделаешь вот таким глуховатым Глуховатым В ком я краски пускай живу Здесь тоже темноты и глуховатости Для того, чтобы в этой глуховатости Начали появляться стволы Потолще, потоньше Вот они Вот они Вот они друг друга начнут пересекать Что тоже прозвучит выгодно Меньший мастихин Более удобно это будет укладывать То есть крупные стволы ты сделаешь Более крупным Потом перейдешь на мелкие Крупные стволы Некоторое штрихование по стволу Очень выгодно прозвучит Это мы будем делать и То есть если бы это было карандашом То бы делалось То оно бы прямо мелким штрихом По цилиндрам Создавало бы вот эти вот окружности Поэтому если что Чуть-чуть вспомогай На крупных особенно элементах Штрихом по цилиндрам Ну и черепочечки тоже Подзбрил Подзбрил Темноты Давай Устрой темность Ну а заодно этот Цвет Мяса Причем вот эти вот Слякоти Они создают идею Рваного Порванного Прикопченного мяса Да, все-таки боковой свет Сейчас у тебя Свет то с этой стороны То с этой стороны Не должно быть так Все-таки Пусть он будет Более внятно С одной стороны Сюда Еще вариант Вот такой Быстрого, так сказать Набора штриха Хорошо? Вот такой Единственное У черепов Более крупная Башкерка Вот здесь И лучше это показать Согласен, да? Крупности Вот этого места Звучит Темности Раздавливай Чтоб они Глохли Чтоб они Становились Глуховатыми И Сейчас Вот эту Жесткость рисунка Не делай То есть Делай Вот такую Мягкость Ребром Не Вот так Не так А Лежачий Лезвие Маскифина Лежачие Чтоб Вот эти Вот Звуки Не нарушали Тишину Потому что Это акцентно А нам не нужно Так Акцентно Так Причем Я предлагаю В этом сеансе Вообще Не вырисовывать Густотой Краски Краска Станет И по-сухому Мы прекрасно Пройдемся Причем Коричневый И очень быстро Сохнет То есть Уже завтра Мы сможем Класть сюда Краску По-сухому И у нас Останется Вот этот Просить Рисунка И технический Шик Будет в этом Потому что Если мы сейчас Начнем наполнять Оно сразу Начнет смазываться А если мы Начнем наполнять Завтра По-сухому То и это Останется Как феномен Рукотворности Исполнение Поэтому Бережем До поры И делаем Все Но Не делаем Наполнение Густотой Тем более Что я говорю Что Краска Особенно Коричневая Вот Марс Коричневый Моментально Сохнет Поэтому Все Это Будет Завтра Сухим Вот Этих Ребят Тоже Если Что И Вот Так Тоже Может Где-то Если Останется Седина Холста Уложенная Густой Краской Снаружи Тоже Будет Прикольно То есть Везде Вот этот Рукотворный Рисунок Если Он Чуть Чуть Поостается Будет Неплохо Сначала Сбрить То есть Теневые Еще один момент Теневые Не любят Густую Краску Хотя Мы Здесь Воспользуем Густой Краски Чтобы Глухость Создать Но Основная Идея В том Чтобы Теневые Не Долюбливают Густую Краску Поэтому В теневых Мы Даже Аж Так Желательно Глухоту Пустоту Питна Раздавливания Осуществить Логично Пустоватость Появилась И Здесь Тоже Когда Будешь Это Делать Сбей Краску На Края Ну А Здесь Уже Собрать Глуховатые Пятна Теневые Густота Здесь Обязательно Появится Ну Вот В таком Ключе С Рисунком Еще Ну А вот Эти Позбивай 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 Точно Классный Способ И Главное Та Фактура Появляется Которая Нас Интересует Начни С Центра Если Что Развивайся На Края Хорошо Прямо Из Центра Вот Эти Вот Если Где Уже Вкусно Уже Не Надо Если Где Еще По Еще Почему Сразу Не Стоило Так Нам Все Так Нужно Было Увидеть Общую Ситуацию А Сейчас Когда Общая Ситуация Видна Начнешь Вот Эти Вот Вещи Очень Послушно Ведешь Работу Это Очень В хорошем Смысле Слова Притом Что Прекрасно Справился Самостоятельно Со всеми Этими Вещами Но Полностью Послушно Ведешь Работу Это Очень Хорошие Свойства То есть Вот Таких Теперь Настроений Вот Таких Настроений Частично Останется Легкая Продолговатость Во многом Наполнится Вот этими Настроениями Наполняем Начинай Из Центра Как Дальний План Ну Пока Никак Пока Никак У нас С тобой Будет Возможность Например В какой-то Момент Взять Может быть Сиреневинку И прямо По сухому Завтрашнему Дню Краска Будет Сухая В этих местах Прямо По сухому Насветлить Нимбообразно Нимбообразно Насветлить А потом Выйти На эту Светлость Тающими В пространство Хорошо То есть Мы Вот этот Нимбообразный Свет Загоним В темноту Вот этих мест Тоже Понаберешь Глубоко Зашел Светлотой Чуть-чуть Отгонишь Смотри Ребро Ребро Заусенится Пальца Вполне Справляется С этим И другого Пальца Не обязательно Мизинцем Вот этого Вот этого Ааа Ух ты Действительно Огромный Ну вот я Заусенницей Делаю Тонковатости У тебя Что же Там Какая-то Заусенница Найдется Коричневый Розовый И желтый Будет Такой Янтарненький Цвет Там Как раз Этот Янтарик Особо Представлен Коричневый Розовый Как раз Вот эти Краснотики Нам Будут Любезны В свете И даже Хорошо Что здесь У нас будет Чернявая Глубина Пока А там Появится Цветнявые Толщины Причем Хорошо Будет Если Будет Мигать Холодок И Горячесть Вот Это Янтарная Горячесть И Холодочки Периодически Вот эти Настроения Создаем Особенно Удобно Конечно Две Тональности Между Собой Перемеливать Таким Образом Вот Допустим У нас Свет Тень Положим И потом По По Границе Пройтись По Граничке Пройтись Потом Еще И Блечечки Подсунуть В тех Местах Где Это Будет Уместно Выгребающих Прямо Можно Прямо Макать В разбавитель Потому что Разбавитель Будет Разъедать И Начатую Начатую Чуть Чуть Посоздавать Их Там Некоторый Смотри Рефлекс Светлого На Теневую То есть Самым Темным В некоторых Местах Делаем Перегиб Света И Тени Тогда Будет Особенно Кругло Особенно Кругло Хорошо То есть Вот этот Рефлекс Который Темнее Чем Свет Но Светлее Чем Вообще В целом Теневая Поскольку Вещество Краски На Холсте Есть То Одно Вещество Вписываясь В другое Достаточно Эффектно То есть Совсем По Сухоте Это Бы Так Вкусненько Не пошло А По Наличию Хоть Какого-то Слоя Краски Ну И Конечно Маслянистости Которую Мы Подложили Оно Будет Вот С таким Да Изящным Ой Как оно Прикольно Ой Как оно Прикольно Да Чуть-чуть Не всюду А вот Чуть-чуть Ну Это уже Ну Да Вот оно Как бы Сразу Становится Уже Идеальненько Вот такие Молниевидные Молниевидные Блики Лежачая Кисть Вот эти Молнии Удобно Уложит И тоже Где-то Чуть-чуть Чуть-чуть Штришочек По Окружностям Правильно Правильно Боишься Все Правильно Боишься Но пока Еще Ничего Не 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 Произошло Ужасного Поэтому Правильно Мыслишь Что Ну Здесь Есть Что Вылизывать Вот Что Что Здесь Есть Единственное Что Края Не Стоит Вылизывать А здесь Лежи себе На здоровье У тебя Получается Это Поэтому Можно Вполне Значит Теперь Немножко С густотой Вот Эти Вот Мяса Вот Аж Так Аж Так Здесь Чуть Они Схватятся С Черепом Чуть Чуть Вот Они Начинают Расти От Черепа Ну Если Мы Их Делаем Да Вот Эти Мясо 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 Рисует Мясо Шматочки Мясо Вкусненько Вкусненько Хорошо Коричневый Разбил Даст Седоватый Цвет Можно Плюс Немножко Синюшечки Не чисто Белый То есть Приглушенный Светлый Если Допустим У тебя Шло 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 И Перебор Произошел Или Не Дополучается Еще раз Сбрил Еще раз Положил Хорошо Давай Так А если Что-то Сбрил А получилось Еще Круче Беречь Сбритая Там Где Получилось Круто Класс 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 Звучащ Супер Ай да Картины Такого Еще Не было По-моему Ну Теперь Все Любители Старины Будут Копировать Ее В интернете Я не удивлюсь Бывало Такое Что Приносили Картинки Моих Учениц Чтобы Написать Вот Я нашла В интернете Мне так нравится Написать Так что Скоро Я думаю Твою Твою Начнут Приносить Твою